Если бы я неожиданно умерла, ты бы женился снова? Конечно нет. Нет? Почему это нет? Тебе не нравится быть женатым? Ну, при чем тут это? Она. Еще как при чем? С какой стати ты не хочешь больше жениться, если ценишь брак? Он. Ну, хорошо, женился бы, если бы тебе от этого стало легче. Она расстроена. Ах, женился бы, значит. Ну да, мы же об этом разговариваем. Она. И ты бы с ней спал в нашей кровати? Он. А где мне, по-твоему, с ней спать? Она. И ты бы вместо моих фоток везде бы поставил? Ее? Он. Ну, думаю, да, конечно. Она. И ты бы ей позволил водить нашу машину? Он. Нет? У нее нет прав. Он. Бля-а-а-а. У тетки муж всю жизнь занимался черной магией. Перед смертью он ей говорит. Я завтра подохну, но если я узнаю, что ты спишь после моей смерти с другим мужиком, выкопаюсь из могилы и приду к тебе из-за душу. Умер. На следующий день его жена переспала со всеми, с кем успела. Ее спрашивают. Не боишься? Ведь он правда выкопается. Задушит. Пускай копает. Я его пузом вниз похоронила. В филармонии идет концерт для скрипки с оркестром. На переднем плане стоит скрипач и ведет соло. В первых рядах сидит мужик. И истерично заливается слезами на протяжении всего концерта. После концерта мужик приходит за кулисой выразить свои чувства. Слышь, скрипка эта, я тебя так понимаю, так понимаю, я сам слесарем работаю и бывает тоже так напильником весь день, туда-сюда, туда-сюда, поэтому я тебя так понимаю, но вот это левой рукой, пальчиками, извини, выпендрешь. В связи с необходимостью увеличить долю российских комплектующих в автомобиле ГВАЗ, компания АвтоВАЗ намерена увеличить число резиновых ковриков до восьми. Жена пилит мужа. Вот соседка говорит, у него муж 15 раз может, а ты один раз и то еле-еле. Мужик озадачен и звонит соседу. Типа, как это? Сосед отвечает, да пусть твоя мою дуру не слушает. Она туда-обратно считает. На сегодня все. Спасибо всем за внимание. Спасибо.